Уже в третий раз Северо-Восточный Федеральный Университет проводит Федеральную Олимпиаду, а в этом году по 45 языкам, диалектам и наречиям. И впервые в нее включили и языки народов Карачева-Черкесии. КЧГУ имени Умара Алиева стал площадкой для заключительного этапа Олимпиады по родным языкам и литературам народов России для учащихся 8-11 классов. А в Федеральной Олимпиаде и какие преимущества для школьников-победителей дают диплом победителя при поступлении в ВУЗы России в репортаже Аллы Динаевой. Победители отборочного тура Первой Всероссийской Олимпиады по родным языкам сегодня участники финала. Их и учителей с утра во дворе университета встречают песнями народов республики и горячим чаем из самовара. Позавчера подошла учительница и сказала, что меня приняли и что пришла заявка, что я поеду туда. И подруге тоже пришла. И мы подготовились. Мероприятие началось в актовом зале. Школьников приветствовал проректор по молодежной политике и воспитательной работе Расул Динаев, который предложил окунуться в мир КЧГУ при помощи видеороликов. Продемонстрировали процесс обучения, научный потенциал и достижение вуза в различных сферах. Для каждого народа родной язык – это основа его идентичности, культурного достоинства и самовыражения, подчеркнул руководитель вуза Таусултан Узденов приветствия участников Олимпиады. Это не просто акция привлечения внимания и просветительская акция. Очень важно, что по результатам этого диктанта, это статусное мероприятие, по результатам этого диктанта победители и номинанты могут рассчитывать на определенные преференции при поступлении не только на родные языки, но на все гуманитарные направления почти во всех вузах Российской Федерации. То есть, в зависимости от того, как успешно они будут участвовать в этом диктанте, им будут добавляться дополнительные баллы при поступлении на гуманитарные направления большинству вузов Российской Федерации. Ответственный за проведение Олимпиады директор Центра по исследованию языков народов республики Сергей Пазов. Он проинструктировал школьников и дал советы и практические рекомендации. Для Федеральной Олимпиады Кычегу организовал площадки для абазинского и нагайского, русского, карачаево-балкарского и кабардино-черкесского языков, для участия в которой финалисты приехали со всех школ Карачаева-Черкесии. Из Хабесского района прибыло 30 учащихся. Первый этап тоже, я не скажу, что был легкий, но раз дети прошли, пали в списки уже прошедших этот тур, значит, они неплохо подготовленные. К счастью, они владеют своим языком, грамматикой и так далее. Поэтому мы очень надеемся, что они и себя не подведут, и нас не подведут, что мы гордо с поднятой головой выйдем из этого финального тура. А из четырех школ нагайского района в Кычегу приехали 14 старшеклассников. Очень переживаю за деток, всех деток, не только за своих, за всех деток нагайского района, которых привезли. Очень переживаю. Дай Бог, чтобы они выиграли. И мы радовались их достижениям. Дети, около часа, сейчас уже прошло, довольно спокойно, как положено. Им объяснили, проинструктировали, как надо себя вести. Сидят, работают. Ну, посмотрим, впереди еще время. Результаты Федеральной Олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России станут известны во второй половине марта и будут действительны в течение четырех лет. Аладинаева, Алий Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, Крачевск.